МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Действующий игрок футбольного клуба Хантенгри. Уже второй полузащитник приходит к нам в гости. Хорошая тенденция. И после Марат Шахметов, ну, можно сказать, Саши-товарищ открыл тебе дорогу сюда, Мадди. Мадди, более подробно, наверное, поговорим об остане, учитывая, что ты являешься воспитанником этой команды. Я напомню о том, что Мадди Жакибаев – это самый молодой дебютант в КПЛ, но твой рекорд совсем недавно, год назад, всего побил Тамерлан Агиманов из Аксу, насколько я помню. Давайте, друзья, для начала мы обратим внимание на результаты прошедшего тура. И здесь уже Мадди поделится своим мнением о прошедших играх, о том, что случилось буквально неделей ранее. Здесь Астана одержала победу. Точнее, для себя она, можно сказать, добилась успеха, учитывая то, как складывалась игра с Тоболом. Это был гол на последних минутах. На 92-й они забили ворота Тобола и вырвали ничью. Здесь и победа Житесу над Шахтером. Туран, который мы сегодня будем обсуждать, минимально уступил Жену со счетом 0-1. Кайсар сыграл ничью 1-1. Ахтубе добился важной для себя победы в гостях над Кайратом со счетом 3-1. Ну, а у Ордобаса и Казалжар поделили очки. Мадди, какие игры смотрел? Ну, я присутствовал на матче Астана Тобол. Мы смотрели этот матч вместе с Романом Мортазаевым, тоже бывший одноклубник. Игра была очень супер, прям динамичная. Ну, чувствуется даже нотки европейского футбола. Рад был посмотреть на своих товарищей бывших. И, ну, очень рад за Басманова. Он вытащил первое касание, вышел на 92-й минуте и забил головой. За кого болели вместе с Ромой? Конечно, за Астану, да. Все-таки, как-никак, бывший клуб. К такие моменты смотришь и тоже хочешь быть на поле. Что значит нотки европейского футбола? Ну, другие скоростя все равно чувствуются. То есть настолько качество футбола показали и Астану. Да. Все это отличается от того, что показывают другие команды? Ну, очень. Если даже смотреть нижнюю шестерку КПЛ, ну, все равно чуть уровень другой. Нежели когда играет Астана, Кайрат, Табол, Актьюбинск. Ну, вот так. Я думал, ты скажешь о том, что это все потому, что они играли на стадионе Хантенгри. Нет. Но на стадионе у нас отличный. Но, кстати говоря, часто хвалят именно покрытие, которое дает возможность играть на высоких скоростях. Что еще, помимо этого? Какие матчи смотрел? Какие результаты, возможно, тебя удивили? Только Астану смотрел, честно. Ну, увидел то, что Кайрат 1-3 проиграл Актьюбинску. Тоже много товарищей по юношеским сборным. Ирки Балансий Дахмет, Андрей Ульшин, Вячеслав Шуров. Тоже приятно наблюдать за ними. Так слежу, смотрю. Ну, атмосфера была хорошая. Вот я разговаривал с Армашкой Кенесовым, тоже близкий друг. И говорит, на матче без шансов, что билетов нет. Там полный стадион, 25 тысяч или 23. По старым связям тебе не дали? Нет. Нет, ничего такого. Я по связям не двигаюсь. Да, я понимаю. Хорошо. Да, там так и случилось. Это, наверное, одна из новостей, которая обсуждалась очень долго. Не самый приятный инцидент. И, в общем-то, это, наверное, казалось удивительным моментом для организаторов. Они столкнулись с проблемой, когда слишком много безбилетников, людей, которые не приобрели билет, оказались на стадионе. Все это омрачило. Праздник большой, по-настоящему праздник, потому как в Алматы редко бывает такое, что на центральном биток, чтобы был аншлаг. Когда дерби с октября и в основном когда еврокубки. Для тебя одно из принципиальных противостояний. Почему? Оно не географическое. Ну, я тоже особо не понимал, почему такое именно противостояние. Вот только как казахстанская классика, Астана-Кайрат, ну, противостояние. А я раньше не понимал, почему. Ну, прям так болельщики активно ездят в Алмату, прям так сильно поддерживают. Ну, нежели чем другие, ну, города. А как ты думаешь, причина-то в чем? Ну, я не знаю даже. Сами игроки даже не рассказывали об этом? Нет. Даже понятия нет, почему так. Ну, на фоне этих двух игр как-то отошли на второй план матчи, что состоялись так же в те выходные. Но здесь, мне кажется, в каждой игре либо какой-то мини-скандал, либо какие-то вопросы к судейству, либо и другие-другие вещи, которые тоже могут серьезно запомниться. Давайте на турнир таблицу посмотрим, друзья. Здесь нам уже режиссеры ее предлагают. И это даст нам возможность уже оценить положение дел, связанных с этими двумя командами. С Астаной, которая сейчас на шестой позиции. Две победы, одно, два поражения и одна ничья. Семь набранных баллов после пяти игр. Это, конечно, мало напоминает ту былую Астану. Ну и Турант, который после пяти игр набрал четыре очка. Относительно, то есть, можно сказать, на расстоянии вытянутой руки находится сейчас туркестанская команда. Вот если мы говорим про положение дел. Справедливо, Владимир? Ну, думаю, если поначалу пяти туров, ну, очень справедливо. Но я думаю, Астана все равно будет в первой двойке, тройке точно. А ты считаешь одним из фаворитов? Ну, я верю в их чемпионство. Верю в чемпионство, не в медали. Кто еще фаворит в этом году? В этом году для меня Астана, Тобол, Ак-Тюбинск. А Рома Муртазаев не обидится, что его еле мать ты не называешь? Нет, точно не обидится. Ты сказал об этом? И Лимаев в пятерке, но в тройке нет. Почему Тобол? Почему Тобол Ак-Тюбинск? Ну, Тоболу очень качественные легионеры приехали в этом году. Мне вот нравится их поднападающий марокканец. И Сауди? Да, очень сильный игрок. Потом Шахов, в принципе, тоже хороший. Ну, и там у них есть хорошие фамилии. И я думаю, у них есть все условия для выхода в Еврокубки в этом году. А почему нет? В любую конференцию же могут выйти. Да. Они начинают Лиги Европы. Да. И там выиграть тур, и потом... Ну, как ты сразу их так сбросил? Нет. В прошлом году они дошли до раунда плей-офф, были в шаге от прохода в Лиге Европы. Я просто в стыках очень сильная команда, да. Ну, верю в то, что Тобол пройдет. Не случайно ведь то, что ты отмечаешь игроков, которые действуют на той же позиции, что и ты. Ну, я здесь более как смотрю, да. Кто играет как на моей позиции, ну, очень сильный интеллект футбольный. Давайте теперь уже к расписанию этого тура. Здесь также готова графика. Мы посмотрим на предстоящие игры. Что мы увидим в эти выходные помимо и увидели, так как Тобол уже отыграл свою встречу. Помимо, конечно, Турана и Астаны. Эта встреча, о которой мы сегодня говорим и которую будем обсуждать в студии, мы покажем в прямом эфире. Тобол сыграл в ничью с... Я видел, Диоди. Как тебе, Манди? Ну, я думал, что Тобол выиграет. Да, наверное, все так предполагали. Женос? Это футбол. Да. Этим можно просто оправдать все. Это футбол. То есть настолько неожиданные результаты могут случиться. Да, но я и рад за Женос, потому что ничью вырвали. Там тоже мои друзья играют. Надо. Сагисове, Табай Жуносов. Мне кажется, везде вообще есть. Ну, скорее всего, да. Да. Ну и, собственно, с Тоболом. Это неожиданная потеря очков. Но для команды Мельчич-Чурч все это может аукнуться в последующем. В особенности, если команда обладает этими чемпионскими обидцами, а они у нее есть. Помимо игры встречи между Тураном и Астаной пройдет игра от Трау Казалжар параллельно. Также стартует она в 16.30. Ну и вечерний слот сегодня это Кайсар и Кайрат. В Казалжарду отправляется команда Кирилла Кекера. И уже 28 апреля Елемай у Ордобаса. По вывески, наверное, это центральная игра Тур. Центральная, да. И кто для тебя фаворит, учитывая сложную ситуацию в Ордобасе? И, казалось бы, наоборот. Очень-очень приятную атмосферу в Елемай. Я думаю, ничья там будет. Ничья. Хорошо. И Житесу Ак-Тубе. Это последняя игра. В шестом туре QFL Олимпбет Премьер Лиги в Талдук-Урган отправляются красно-белые. Как ты думаешь, это будет простая прогулка для красно-белых? Нет. Точно нет. Ну, очень же хороший тренер Кайрат Жилан-Бе, конечно, до лета. Я думаю, просто так даже будет тяжело одну очку забрать, Ак-Тюбинскую. Ну, я думаю, будет или ничья, или победа Ак-Тюбинская. Много забитых мячей. Чего по итогу ждешь? Вот какого-то фейерверка? Потому что пока в играх, где выступает Ак-Тубе, где принимает участие Ак-Тубе, всегда много голов. Только, наверное, за исключением игры из Сатрау. Ну, я думаю, что завтра голов будет поменьше. Один-два максимум. То есть здесь нужно будет отталкиваться от Житесу? Да. От их стиль. Хорошо. Вполне, наверное, логично. Объяснимо здесь. Мади, давай, наверное, начнем как раз-таки обсуждать матч Турана-Стана. Кроме того, я скажу, друзья, о том, что наш коллега, корреспондент Айбек Каблуша, находится сейчас на стадионе. Собственно, он, я надеюсь, что успеет еще и поговорить с тренерами и поделится с нами всей информацией. Разумеется, это уже достаточно традиционный для нас момент. Ну, и Турана-Стана. Давай, наверное, начнем именно с Астаны. Команда более близка тебе. Понятно, пожалуй, о текущей форме этой команды. И вот по итогам игры с Таболом, какими выводами, что бросилось в глаза, какие-то ключевые аспекты в игре этого коллектива? Ну, я верю в победу Астаны сегодня, что будет счет, по моему мнению, 0-3 победа Астаны. Ну, по прошлой игре тяжело оценивать, как игроку. Как бы я не тренер и не имею права судить. Были у Астаны, конечно, много моментов, которые могли реализовать. И у Рамазана Каримова, когда прострелил Комара, он пролетел. С фланга? Да. С его передачи. Я думаю, Макса Эбонга не хватало все равно в центре. Почему? Мое мнение. Почему? Ну, он очень креативный игрок. Я просто к тому, что Бабаян изначально в матче с Таболом использовал пару куад и осей. То есть это два опорника, это два разрушителя. То есть было намерение, где выпускают четырех креативных футболистов впереди и два разрушителя. Такая ставка. А если бы появился Бабаян, то, наверное, это была бы трансформация в 4-3-3. Может быть. Ну, вот они пригласили полузащитника осей или с Динамо Тбилиси. Да. Ну, вот он сейчас мне вообще не нравится. Почему? Ну, вот я не знаю. Ну, конечно, он, может, наголу выше, чем я. Ну, по игре все-таки все равно игрок играет в таком большом клубе, как Астана. Ну, вот вообще не нравится мне. Даже с Таболом сколько потерь было у него. Хорошо. Потери – это ключевой момент. Ну, да. Это ответственная зона, центральная. И просто я с Максом сколько тренировался и играл. Ну, я знаю, он очень хороший игрок. Эльхан Астанов есть. Ну, он больше как атакующий. Ну, я бы был бы тренером, мне кажется, поставил бы Максу, нежели Асею. То есть, куат, бонг, условно, так бы выглядела опорная зона Астаны. А почему тогда доверят Асею, как ты думаешь? Не знаю. Вообще не могу прокомментировать. Да, я ходил и с Еливаем на игру смотреть как раз. Вот эта Комара хорошая очень. Фабий Нурега, ну, очень супер игрок. Мы с ним в Жальгересе были. Да. Да, вот я, когда приезжал в феврале, в 22-м году, сыграл три игры. Вот мы с ним вместе тренировались, а потом уехал. Ну, и в хороших отношениях сейчас. И с Кипросом. Защитник Козлаукас тоже. Козлаукас. Да, тоже были в Жальгересе. Вот. То есть, ты по факту знаком с клубом, знаком с воспитанниками, половиной состава и еще и с новичками некоторыми. Да. Пересекал. Ну, вот с Еливаем знакомы, слава богу. Поэтому я и буду до сегодня говорить про него, и его буду критиковать. Комара, Томасов. Очень много разговоров касаемых Хорват в последнее время. Его перспективы в этой команде, учитывая, что былой скорости, наверное, уже нет. Есть определенная предсказуемость. Его читают. Его действия. Эти постоянные смещения с фланга в центр. Но Томасов, к примеру, в игре с Тоболом, наверное, стал главным героем матча вообще. Хотя там басмар. Да, я знаю, знаю. Нет, но все равно. В первую очередь Мара – это легенда казахстанского футбола в целом. Легенда большого клуба Астаны. Все равно забить 100 мячей. Ну, не каждый сможет. Я просто помню первые дни, когда Марин приезжал, приехал в Астану в 2017 году. Тогда еще дополнительно, чтобы форму набирать, оставались я, Прокопенко, Сагнаев, помогать ему, чтобы быстрее форму набирать после тренировок. Это была установка тренерского штаба? Да. Ну, чтобы быстрее он влился. А мы молодые, нам тоже тренироваться нужно. И помогали как-то с Марином. Два на два играли. Везло тому, кто был в паре с Марином, как я понимаю. Да. Тиму научился. Что особенного в игре Хорвата? Ну, говорят же все, что левоногие, они более одаренные, чем правоногие. Ну, в футболе есть такое. Ну, у Марина у него чуть-чуть другой взгляд игры. Видно, очень европейский подход. Даже, ну, сколько я тренируюсь с ним, ну, можно было много научиться. Правильный выбор позиций, пас в нужный момент, удар в нужный момент. Ну, у него можно очень многому научиться. Особенности, наверное, в плане завершения. Да. Томасов, безусловно, большой пример сейчас. Но какова сильная сторона Астаны нынешней? Мы назвали некоторые слабые. Осей слишком много потерь. Возможно, можно было бы немного видоизменить схему. При этом Осейу доверяют место в старте. Он постоянно играет во всех стартовых играх. Он появлялся в первых минут. В чем сильная сторона? И за счет чего Астана может добиться чемпионства в этом году? Ну, в первую очередь, очень сильный тренер Григорий Константинович Бабаян. Ну, и по составу, мне кажется, Астана... Астана и Табол будут более претендовать на чемпионство. В сильную сторону Астаны. Ну, защита стала как-то более надежной. Пришел Марочкин. Очень нравится футболист. Потом Грек справа. Масок. Да. Ян. Там много игроков. Ну, и практически вся сборная. Человек 8-9. Игроки национальных сборных. Наш. И Тима Дусмагомбетов есть. И в центре Олег Саманович. Ну, очень сильная оборона. То есть, некий баланс. Есть и большие игроки впереди. Не в прямом смысле слова, а с точки зрения навыков. И на достаточно надежный оборон. Но при этом предсказуемость определенная в игре Астаны тоже наблюдается. Прямолинейность. Ну, я думаю, они вот этим составом должны будут выйти в групповой этап лиги конференции. Но я в это очень верю. И верю в чемпионство клуба все равно. Чтобы, дай бог, повторить результат 2015 года. Чтобы клуб попытался в следующем году выйти в групповый этап лиги чемпионов. Сонял в этом году первое место. Да. Самая славная история, наверное, Астаны. Связанная как раз именно с этим. Давайте посмотрим, друзья. Теперь уже будем переходить непосредственно к игре с Тураном. Обсудим последние личные встречи. Увидим опять инфографику, связанную с этим. Команды множество раз уже пересекали. Несмотря на то, что туркестанская команда была осознанно относительно недавно. Но это всегда тяжелые игры. В 23-м году домашняя победа со счетом 2-0. В гостях же была ничья. Это просто цифры, Мадди? Или все-таки они имеют какое-то отношение к игре? Ну, это я помню игру в гостях, когда был главный тренер Андрей Валерьевич Тихонов. Когда поле залито было. Это вот эта игра. Когда Абзалов там супергол забил. Это, по-моему, в 22-м, по-моему. Если не ошибаюсь. Нет, это 21-й. А, это... Это 21-й. 21-й даже, да? Когда... Когда поле залито было. Да, я смотрел игру. Я комментировал ту встречу. И помню до сих пор. Спустя множество-множество лет. Мы это называли как там? Водное поло? Что-то подобное. Да, в Туркестане с дренажем были проблемы на тот момент. Теперь, теперь, Мадди. Опять. Только цифры? Или Туран это столь неудобный соперник для Астаны? Думаю, только цифры. Сегодня будет уверенная победа Астаны. Я надеюсь. Ты говоришь как болельщик. Ну, как родной клуб, да. Все равно болею, поддерживаю. Ну, благо ты и договоришь искренне. Друзья, ну, можно убрать, наверное, и это. Неудобный соперник по играм. По играм во всех матчах. Да, да, да. Вот я к тому и веду, что в домашних встречах Туран каждый раз добывает очки в играх с Астаной. Останавливает. Либо это бывают очень сложные победы для столичной команды. Мне кажется, любой соперник в Казахстанской премьер-либе, кто принимает дома, он всегда неудобный. Нежели когда играет в гостях. Ну, мне кажется, Туран, особенно при Алюетове, сейчас это такой тертый калач. Они могут поехать, например, в Алматы, приехать сюда, сыграть над центральным с Кайратом, сесть в оборону, то есть выстроиться в линию шестером, впереди поставить там 3-1 схему, такой модуль, и просто не давать тебе подобраться к своей штрафной площади. Ты навешиваешь, а там всегда большинство игроков Турана. Ну, может быть и такое, но у Астаны будет 100% 2-3 момента. Я думаю, они ими воспользуются. Надеюсь, увидим Марина сегодня в 101-й гол. Почему нет? Почему именно от Томасова ты ждешь каких-то подвигов этой встречи? Нет, я прям сильно не жду, но то, что у него такое количество голов, и чтобы пошел уже 101-й гол, и так потихоньку. А так жду, конечно, что... Я видел то, что Каримов на замене сидит вроде бы сегодня. Да, пусть сейчас посмотрим на состав, я надеюсь, он должен появиться в ближайшее время. Я тебе его оглашу. Просто касаемо, наверное, именно Астаны. Аманович, Бесебеков, Вороговский, Заруцкий, Камара, Куат, Марочкин, Масурас, Осей, Томасов и Намди, Франклин, Ахану. Это новичок. С Кандербеу, да? Да, да, да. Это еще один нападающий. Молодой, да, вроде? Да, ему 22 года, нигериец. Тыграл в Албании, забил 9 мячей. Альтернатива Каримову? Нет, я думаю, Рама все равно поинтереснее. Ну, как ты относишься? Давай по-честному. Если тебя приобрели перед началом сезона на позицию центрального нападающего, в этот момент, спустя 4-5 туров, приходит новичок, легионер, который играет на той же позиции, что и ты. Это намек? Я думаю, это конкуренция. Да. Это больше не намек. Но это не значит, что недовольны твоими действиями? Нет. Просто, как говорится, должны быть 2-3 нападающих, чтобы они варьировались и подзамен усиливали. Но это не момент, когда нужно дать шанс Каримову, Стасу Басманову. Басманову, который там сезоном ранее, за сезон до этого, выходил и буквально решал игры. И вот, собственно, сейчас вновь напомнил о себе. Да, вот я помню. Он 19 игр сыграл, 3 забил, что ли, 4. Больше даже, по-моему. По-моему, больше. И там львиная доля. Ворот, ворота Баса, от Рау. Все это на последних минутах. Я думаю, сегодня точно получишь шанс. Надеюсь, уже будет игровое время чуть больше. Надеюсь, что вот Ильхан Астанов выйдет, Рамазан Каримов. Близкие друзья. Я верю, что будут от них результативные действия. Будем смотреть, болеть, поддерживать. Самое интересное, что еще и по факту центральным нападающим еще является Карлитос. Да, у него чуть другой функционал. Это человек, который может уйти в глубину, открыться там, отойти на фланг и тому подобное. Наверное, нигерийц, который только пополнил состав Астаны, это более прямолинейный должен быть нападающий, по идее. Но нет ли здесь перебора именно в этой линии? Я думаю, сейчас уже максимум 3 человека. Больше уже, ну, не мне решать, конечно, но со стороны, смотреть просто как болельщик, да, я думаю, уже все, максимальное количество. Ну, просто по осе ему уже все решили. Ему места в старте нет. Но он сегодня в основе, кстати. И вместе с Куатом. Видимо, вот такая схема понравилась. Бабаяну. Ты долго работал с Григорем Константиновичем. Что бы ты отметил здесь? И что выделяет его на фоне всех остальных специалистов? Григорий Константинович очень большой профессионал. В тренировочном плане нету каких-то хихи-ха-ха. Всегда вот целенаправленно тренируешься. Стараешься больше слушать. Человек очень насчитанный, грамотный. Ну, видно, квалифицированный специалист. Всегда есть чему научиться. Как и у Станимира Стойлова. Но все равно как-никак скучаю по тем временам, когда можно было чуть-чуть более осознанно подойти. Ну, что было, то было уже. И надеюсь, еще будет шанс вернуться в Астану. И сказать свое слово. Ты считаешь, что ты допустил ошибку? В один момент. Ну, там же я же рассказал в этом бороде аббата. Ну, дали в 15 лет такую возможность. И потом я уже почувствовал то, что это как-то... Ну, так и должно быть. Как должное принимал. Переставал особо работать. Думал. Если куда-то было пойти потренироваться, подумал, да что мне 16 лет, я уже в премьер-лиге. Да. А на самом деле, как говорился, казался, а не был там. Ну, и вот, как пришло, потом так и ушло. Вполне заслуженно. То есть это был огромный аванс? Огромный аванс, да. И то, что получилось, ну, как получилось, я, конечно, все равно благодарен Всевышнему после всех этих испытаний. Но все равно большая надежда вернуться в клуб и, как сказать, еще сказать свое слово. Ну, очень много воспитанников Астаны покинуло уже расположение команды. Султанин Сагнаевым мы говорили. Правда, еще до студии он отправился в SD Family, в первую лигу. Каримов очень хорошо себя проявил в Махтарале. Стас Басманов все так же на скамейке, как и Прокопенко. Прокопенко в Женосе? Да. Ну, я к тому, что веду, что столько лет его удержали. Столько лет его удержали в резерве. И только-только вот дали какой-то шанс себе показать. Почему так с воспитанниками происходит в Астане? Да, тяжело объяснить. Ну, если в первую очередь, может, это наша вина, то, что мы как-то более неосознанно подходим к тем моментам, которые нам дают. Может, мы это не ценим. Но все равно чуть тяжело было в столь юном возрасте выиграть конкуренцию у таких игроков, как Ласло, Клейнхайслер. Ну, реально тяжело. Ну, да, я понимаю, что в то время там… Да, потом, когда вот так сидишь, сидишь полгода на замене, и потом тебе дают 10 минут, но чисто морально было тогда очень тяжело выходить. Ну, и, как говорится, теряешься. Клуб в Казахстане, который решает высокие задачи, может справиться только с легионерами? Ну, вот нужно, чтобы, если в Астане играть, все равно нужно, вот как Рамазан Каимов сделать крюк, или как Эльхан Астанов поиграть в «Ордобосы» и потом поехать в Астану. Я думаю, так более в Астане удобно, нежели чем доверять своим. Угу. То есть это высшая точка в карьере любого игрока? Именно в Казахстане? В Казахстане, я думаю, да. Выше никого? Или на одном уровне? Ну, сейчас, я думаю, Астана-Табол, два клуба. Но выше Астана-Табол точно нет. У тебя такая симпатия к устанайской команде, ну, давайте. Друзья, я надеюсь, что сейчас на связи с нами должен оказаться и наш корреспондент. Да, учитывая, что до начала игры остается немного времени. Ну, тебя удивляет вообще переход на новую схему от Бабаяна к Григорию? А сегодня какая схема? Ну, вот как раз, скорее 4-2-3-1. Но, правда, учитывая, что есть Масурас и Бесебек, вообще можно предположить, что Астана будет играть 5-2-3. Как сегодня? 4-3-2-1. Вороговский, Оманович, Марочкин, Бесебеков, Масурас. В опорной зоне Куат-Еосей, Томасов, Камара и впереди Ханон. Более надежно хотят сыграть? Против Турана. Ну, на выезде, думаю, может, тяжело будет. В чем вот это отличие, когда говорят схема 5-3-2 и тому подобное? Вот она к чему подталкивает? В 5 защитников обычно играет более надежный футбол, чтобы особо меньше пропустить или вообще не пропустить. И основной акцент сделать на игре в контратаке. Ну, это нежели контроля нет, мне кажется, больше в 5 защитников. Ну, остальное, мне кажется, самое подходит. Это 4-2-3-1 схема. Ну, это обычно говорят, что самая универсальная расстановка, которая идеально подходит и для контроля пространства, и для организаций позиционных, и для контратак. Но при этом большой очень ложится объем работы на опорников и на атакующих полузащитников. Ну да, всегда много зависит от полузащитников. Я понимаю, это ключевая позиция, да, Наполею? Восьмерка. Шестая позиция. Ну, в ваше время это вообще были Маевский, Клейн, Хайслер. Выдающиеся. Говорят же, покажи свою центральную зону, и я скажу, кто твоя команда. Как, вот посмотрев сейчас, давай лучше так, начнем с Турана. Посмотрим на Туран. Это Цуцкич, это Бенчок, это Дмитриев. Что бы ты сказал о Туране? Никого не знаю. Дмитриев играл в ЖТСУ и ОКЖИТПЕСИ, например. Цуцкич тоже поиграл за Каспий, например. Цуцкич я так помню, то что он, а так лично не знаю. Не могу прокомментировать. Хорошо, посмотрим на Астану. Куат, Осей. Ну, вот сегодня они двое, скорее всего, в центре. Ну, мне кажется, будет поменьше контроля. Будет больше, как ожидать и разрушать атаки. И отдавать все вперед, чтобы... Я думал, ты скажешь, Осей будет привозить, а Куат будет за ним разгребать. Нет, пускай не привозит. Ну, слушай, наверное, это игра с Тоболом, потому как Осей вполне себе достойно смотрелся, к примеру, в матче с Елемаем. Ну, может быть, это просто лично сугубо мое личное мнение. Я думаю, что в отдельно взятой встрече я соглашусь с тобой, так как также смотрел эту игру между Астаной и Тоболом. Непривычное давление оказывалось на Осей. Тобол, в общем, понимал, наверное, что можно заставить опорников ошибиться. Поджимал. Ну, в принципе, это только начало сезона. Я думаю, идет все равно некая акклиматизация. И все временем, думаю, станет былым Маевским, Клейхайслером. А как тебе эти поздние подписания Ханону и Корлитоса? И оба эти новичка, они отправляются как раз-таки на одну по факту позицию вообще. То, что уже скоро Еврокубки, мне кажется, из-за этого Астана больше как суетиться на трассерном рынке, быстрее подписать, чтобы уже была какая-то некая наигранность и чтобы было легче уже летом, нежели когда летом подписывать. Я думаю, только в этом плане. Но они только адаптируются к команде? Не поздновато их берут? Да нет. Я думаю, за два месяца можно адаптироваться. Если каждую игру играть, какие-то делать результативные действия, то хорошее время. Что касаемо Турана. Здесь вообще новичков 19, по-моему, за межсезонье. Команда вообще пристала в новом виде. Ринато Алиетов приходит на пост главного тренера. Что бы ты сказал сейчас об этой команде? Спроси тебя, что из себя сейчас представляет Туран? Для меня Туран. Я могу только сказать, я знаю Максима Ваганова, с кем мы в интернате играли, а остальных никого не знаю. Представь, его сейчас тоже нет в старте. Ну, тогда будет загадка команды. Будет очень интересно посмотреть сейчас игру. Я их вообще игру не видел. Ага. Да. Туран – хорошая оборонительная команда, дисциплина, порядок, самоотдача, средние исполнители, но при этом коллектив набирает очки. Но, к примеру, они уступили Женосу в принципиальном противостоянии. Туран прокомментирует вообще игру. Что по… хорошо, их последний соперник, например, Женос, где их уровень на данный момент? И вот от этого отталкиваясь, мы потом еще перейдем к Турану. И где уровень Женоса? Да. Да. Я думаю, вот середина. То есть седьмая, восьмая позиции – это для Женоса? Ну, да, более семь-восемь, потому что там более тяжело пока. Я просто к тому подвожу, что… А Туран еще ниже, мне кажется. Да, еще ниже. Ну, восьмой-девятый. Слушай, ну, это совпадает с теми словами Рената Льюетова. Он говорил о том, что наша цель – занять восьмое место. Дай бог, что получилось. Что значит восьмое место? Болельщики этого не понимают. Хорошо. Хорошо болельщики. Простаться в следующем году, в премьер-лиге не вылететь. Ну, они, мне кажется, более реалистичны, смотрят. Мне кажется, занять Турану выше шестого места, мне кажется, это будет, ну, очень сложно в этом году. Ну, выше шестого места, мне кажется, это уже будет супердостижение. Ну, конечно, будет супер. Для любого практически коллектива, помимо Астаны, Актубе, Табола, Урода Васса, есть… Ну, Козылжар метит. Да, Козылжар метит в тройку вообще. Ну, сейчас по нынешнему. Игра. Ну, разве это удивительно, если Козылжар годом ранее шел вообще в лидерах, там, до пятнадцатого тура? Они на четвертом тогда закончили? Да. По итогу. Ну, я не знаю, почему хотят остаться на восьмом, на девятом. Но это больше как сохранить прописку. В этом году также три команды вылетают. Одна команда? Интересно. А с первой лиги? Вроде как на данный момент так. А с первой лиги две поднимаются. Я удивлюсь, что будут просто фундаментальные какие-то повороты сюжета к концу чемпионата. Все, что угодно может произойти. Скорее всего, если количество участников сократится в QFL, а либо это премьер лиги, то, соответственно, и вылетать будет больше. А если останется 14, как ты понимаешь, скорее всего, на вылет отправится одна команда. На данный момент, по крайней мере, так вот все значит. Поживем, увидим. Да, да, поживем, собственно, и увидим. По итогам этого чемпионата. Майди, спасибо тебе большое, что посетил студию. Мне безумно нравится твоя лояльность по отношению к Астане. Будучи воспитанником, ты продолжаешь оставаться фанатом, болельщиком этого клуба. Ну, как-никак. Почтливилось быть в этой большой семье. И все равно я всегда искренне отношусь к Астане. Я всегда болею за них. Всегда хочу, чтобы они шли на самых высоких местах, играли в Еврокубках. Все равно, как-никак, я был частью этой семьи. И поддерживаю связь, теплые отношения с тренерским штабом, с руководителями, с игроками. Надеюсь, что в этом году увидим золотые медали на груди Астаны. А мы совсем скоро узнаем, сбудется ли твой прогноз. Друзья, а матч Туран-Астана вы сможете посмотреть в прямом эфире на телеканале «Спорт плюс». На этом с вами прощаемся. Но самое интересное, как всегда, впереди. Не пропустите. Матчики УФЛ, Алибет, премьер лиги в прямом эфире на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова